Всем привет! Тема этого занятия самые часто используемые модули Node.js. Мы уделим им время именно сейчас, потому что потом, когда мы будем уже их использовать, у нас просто не будет возможности отойти в сторону резко и посмотреть, что как там работает. Первым методом, который мы изучим, будет метод util.inspect . Этот метод позволяет красиво вывести любой объект, даже если у этого объекта, как в этом примере, есть ссылка на самого себя. Запускаем. Node.inspect.js. И видим, что действительно все красиво обработалось. При этом, если у объекта есть свойство, inspect, и оно равно функции, то эта функция будет вызвана, и именно ее результат будет возвращен. Например, видите, я сделал функцию inspect и вернулся 1, 2, 3. Таким образом, поведение метода util.inspect несколько напоминает toString. И этот метод используется консоль автоматически, если она хочет залогировать какой-то объект. Видите, я убрал util.inspect, вызываю, все работает так же, потому что на самом деле консоль вызывает его внутри. Однако иногда все же необходимо обращаться к util.inspect явно, в первую очередь в тех случаях, когда мы хотим вывести что-то не в консоль, а, например, получить строчное представление объекта для вывода файла. Кроме того, есть дополнительные параметры util.inspect, можно, например, задать глубину вывода объекта, по умолчанию 2, но они используются редко. Следующая команда это util.format. Утил.format получает строку и дальше следующие параметры оно в нее подставляет. Вместо %s будет выведена строка, вместо %d будет выведено число, а далее вместо %j будет выведен объект в формате json. Если я сейчас это запущу, то вот что я получил. Обратите внимание, это формат json, это не вывод util.inspect. Соответственно, если вдруг я вместо числа передал здесь что-то еще, то при выводе я получу none, потому что автоматически происходит конвертация. Метод util.format также используется в консоли, неявно. Если я сейчас возьму это и перенесу прямо в консоль, то все отлично продолжит работать. Следующий, последний метод util, о котором пойдет речь, это метод util.inherits. Чтобы его было легче понять, я позволил себе скачать исходники node.js и достать из них файл util.js. Это как раз и есть исходник модуля util. И там, на чистом JavaScript, вот он метод inherits. Если вы знаете, как работает OOP в JavaScript, тогда вы этот метод сразу понимаете. Если же нет, то обратите внимание, например, соответствующая глава есть на сайте learn.javascript.ru. Вот пример использования. Здесь псевдокласс rabbit наследует от псевдокласса animal. Поэтому на объекте rabbit сработают и вызов walk и вызов jump. Walk из родителя, а jump из потомка. Несколько особняком стоит наследование отстроенного объекта ошибки error. Здесь нужно, кроме собственно прототипного наследования, учесть то, что у error в V8 есть name, который нужно так вот прописать в прототип. И еще у error есть stack trace. Чтобы его получить, мы воспользуемся специальным методом, который есть в виртуальной машине V8. Error capture stack trace, берет текущий stack trace и записывает его в this. Так что если сейчас вызовет console.log this stack, то он выведет полностью stack, как будто мы получили реальное исключение. Полученный класс ошибки можно тут же использовать. Например, вот так. Запускаю. О! Видите, был throw, который тут же привел к тому, что скрипт вылетел и корректно написал, где он вылетел. Но обратим внимание на stack. Почему-то самый нижний фрагмент стэка находится внутри http error. То есть вот на пятой строке. Как правило, то, что делается внутри функции http error, нас вообще не интересует. Это просто задается ошибка. Stack trace, который нас интересует, находится вот здесь. То есть это throw и та последовательность вызова, которая к нему привела. Соответственно, для того, чтобы stack trace очистить, нужно указать второй необязательный аргумент у capture stack trace, который поставить в http error. Сработает это так. v8 соберет stack не до самого конца, не до самой текущей строки, а до вызова вот этой функции. Давайте посмотрим. Запускаю еще раз. И вот мы видим, что stack стал немножко меньше. Из него выразено лишнее. Вот этот вот вывод. Это то же самое, что предыдущий, но минус, происходящий внутри http error. Несколько более реальный пример использования своих ошибок находится здесь, в функциях serve и run. Функция serve по замыслу должна получать URL и возвращать соответствующую страничку для него. То есть обрабатывать запрос посетителя. Как может закончиться обработка такого запроса? В хорошем случае мы возвращаем страницу. В плохом случае мы пишем, что извините, страница не найдена или ошибка не хватает вам разрешений. И в очень плохом случае происходит какая-то программная ошибка, что-то внутри упало. Вот в функции serve находятся эти варианты. Если что-то реально программно не так, то throw new error. И это в принципе аналогично 500. То есть мы эту ошибку должны обработать так, что оповестить всех обминов, может быть в базу ее записать и вывести, что 500 и ошибку сервера что-то очень плохое случилось, но мы уже работаем над этим. Если URL вот такой, то все хорошо. А иначе мы не знаем, что этот URL просто страница не найдена. Здесь я употребил HTTP ROR, а вообще говоря желательно унаследовать HTTP ROR 404 сделать какой-нибудь. Будет более корректно. В данном случае serve занимает исключительно тем, что обрабатывает запрос. А вводить результаты итоговые будет внешняя функция run, которая как раз приняла данные от посетителя и вызвала serve. В данном случае она заворачивает вызов в trycatch и смотрит что к нам пришло. Если это HTTP ROR обработать вот так, а если нет, то например вызовет консоли ROR, оповестить админов и так далее. В обоих случаях у нас абсолютно корректный объект ошибки. Здесь я использовал конструкцию trycatch. В будущем, когда мы будем заниматься асинхронной разработкой, то мы посмотрим как делать это асинхронно уже на примере конкретного рабочего веб-сервера.